Лабах и платить налоги. Или же скорее грабанули бы банк и рентгеновским зрением подглядывали в мужской душевой. Конечно, вот особенно последний. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Добряк. Называется оно Пацаны Мульт Обзор. Давайте же посмотрим. Я не смотрел с вами сериал, честно. Слышал только про него. Погнали. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании или QR-код на экране. Это сейчас очень важно. Вдруг чего. Я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово. Ссылка есть тоже в описании. Я стримлю каждый день. Тоже вас там очень-очень жду. Что-то роликов давно не было. Вы уж подумали, что я ленился и ничего не делал. А я бу... А так как я не только русский, но и житель культурной столицы, то еще и под Салями. А теперь о грустном. Салями это хорошо. Ну, кабаса такая. Сор копченая. Шучу. Я не настолько конченый и продажный. Я вас уважаю. Так что она будет позже, когда вы не ждете. А сейчас поговорим, возможно, о лучшем сериале, который выходил за последние два дня. Пацаны. Не эти. До этих мировому кинематографу еще далеко. The Boys. Все мы когда-то мечтали стать суперменом, вуменом или радиоактивными людьми со сверхспособностями. Конечно. И судя по последним тенденциям, мечтать осталось недолго. Так вот, думали ли вы, что осуперменившись будете спасать планету, защищать слабых и платить налоги? Или же скорее грабанули бы банк и рентгеновским зрением подглядывали в мужской душевой? Конечно, вот особенно последним. И сериал думает, что Питер Паркер стал бы не пауком, а... Ворующим пенсию у тети и обнося чужие хаты с криком «Я дружелюбный сосед». Да и что ему сделать, когда в него хрен попадешь, а по силе он не уступает горилле. Про супермена вообще молчу. Вот и как таких призвать к закону? Об этом и данный сериал. Честно, я скептически отношусь к супергеройке. А оно и понятно, мне же все-таки не 28, я уже не ребенок. В Супермена, в Дедов Морозов... Не, мне нравятся на самом деле супергеройческие фильмы, типа... Ну, Марвелские, по крайней мере, очень. Хотя Джокер мне понравился, хотя не сказал бы, что про супергероев, там, как бы, больше такой психологический фильм. Но, блин, мне нравятся Марвелские фильмы. Не все, но они неплохие. Это такой, знаете, аттракциончик на раз, чаще всего. Ну, там, можешь присмотреть с друзьями. Вот я не Винкс, а вот Винкс реальный. Так что по сериалу, с первой серии сразу понятно, что подходит для семейного просмотра. Кровь, кишки, и я даже заметил одну Бебру. Коротко расскажу, в чем там завязка. Субтильный паренек Хьюи прогуливается со своей барышней. Как вдруг, ее разносят на молекулы местный флэш под кайфом. Но ему за это ничего не будет, так как всех супергероев крышует могущественный ТикТок Хаус. Супергеройчики, всемирные суперзвезды. Приносят много денег, мерч и вся фигня. Поэтому бедному Хьюи предлагают подписать отказ от претензий и чек на круглую сумму. Но парнишка отказывается. Далее его находит Карл Урбан. Как-то грустновато. Представляется ЦРУшником Билли Бутчером и предлагает прищучить горе Спитстера. Накопав на него компромат. Блин, ну прикольно, Санди. Блин, крутая идея для фильма. Реально крутая. Он для сериала. Я хочу его теперь посмотреть. Хьюи нужно сходить в ТикТок Хаус. И под предлогом отказа от претензий поставить жучок. Ну и конечно паренек все залажал. И дальше начинается полный пиздец. Обычно основой всех супергеройских произведений является дихотомия добра и зла. Хорошие дерутся с плохими и все такое. Но в пацанах плохие противостоят еще более конченным. А однозначно положительных персонажей практически нет. Трэш льется рекой. Тот же Билли Бутчер, который тут главный борец за добро, по факту просто законченный маньячелло. Садюга каких еще поискать. А знаете почему Бутчер такой злой? Все потому что... Все потому что он не играет во что? У него кэшбэка нет. А, ну кэшбэка нет. А вот в тень. Ну конечно, теперь кэшбэки есть. Ребята, вот мой кэшбэк... Ладно, автор покушает. Автор покушает, конечно же. И вот этот автор покушает, если вы просто приедете на мои стримы. В этом месяце, конечно, их особо нет и не будет. Но с августа все будет окей, ребята. Приходите, я вас очень жду. А мы продолжаем смотреть. Карл Урбан влился в роль, как будто для него и была написана. Вообще, считаю его одним из мега недоцененных актеров. Я даже лайкнул его фотку, так что сейчас дела у него пойдут в гору. Конечно. Второй изюминкой сериала однозначно является Хоумлендер. Которого уже многие окрестили одним из лучших антигероев в истории. И это однозначно тоже заслуга актера. Он тут настолько крут, что может даже реплики не говорить. По одним гримасам и взгляду все понятно. Остальные лицедеи тоже играют достойно. Но сериал держится именно на этих двух. Однако, мой любимец это вот этот. Каждое его появление это парад лулзов и кринжа. Вообще, пацаны, это одна большая сатира. На все, что происходит в современном мире. И это круто, что авторы не боятся шутить над шоу-бизнесом, религией, политикой. И даже, упаси господь, над повесточкой. В нынешнее-то время. Кошмар. После просмотра всех пока что вышедших сезонов. И даже классного спин-оффа о Сатанелы. Я решил прочитать комикс. Так сказать, ознакомиться с первоисточником. И знаете, сериал-то еще довольно лайтовенький. Потому что в комиксе накал жести просто запредельный. Че это происходит? После Animal Crossing я, конечно, парнишка подготовленный. Но так же мне. Animal Crossing вообще опасная игра. От такой жестокости было не по себе. Однако, перед сценаристами сериала снимаю шляпу. Ибо адаптировали действительно шикарно. Изменения в сериале по большей части даже улучшают историю. Она стала глубже. Однако, из-за этого писаки сами себя загнали в некоторые сценарные ловушки. Особенно это прослеживается в третьем сезоне. Когда персонажи начинают делать вещи, до этого им не свойственные. Но, видимо, без этого никак. Да, и не очень критично. Все равно вышло классно. Да, я понимаю, что идея про неоднозначных супергероев далеко не нова. Но, пацаны, пока... Да, она не нова, в принципе. Но, в основном, это так прикольно. Вообще, во-первых, про антигероев прикольно смотреть. Про каких-то вообще прибитых антигероев вообще, наверное, забавно. Блин, надо бы посмотреть. Самое яркое ее воплощение. Подытожить могу так. Пацаны, это супергеройка для тех, кто ее не любит. Например, я вот уже давным-давно устал от всех этих Войны бесконечности. А я и люблю. Я думаю, в основном, мне будет интересно. И тем приятнее, что появляются такие прикольные им противопоставления. Кстати, если вам зайдут пацаны, то следом смело можете включать мультсериал «Неуязвимый». По уровню годноты они очень схожи. Ну, а на сегодня все. Надо будет глянуть. Подписывайтесь на телеграм, инстаграм, ставьте лайки и до новых встреч. Блин, интересно, заинтересовал. У тебя сейчас вообще заинтересовал. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Добряка обязательно. И также пишите, смотрели вы этот сериал, как он вам нравится, не нравится. Вот, а вы подписывайтесь на Добряка, на меня, там все дела. Всем удачки, всем пока. Пау.